Если дочь Коэна осквернит себя блудодейством, то отца своего бесчестит она в огне да будет сожжена. В принципе, что такое за желание такое дочь Коэна? Ну, это Коэн, мы понимаем, это желание, которое исходит из самой высшей ступени. Желание получать, и поэтому если это желание получать, оно ради себя, это значит обесчестить себя, то тогда такое желание надо уничтожить. Каким образом уничтожают? Именно сжигают в огне. Сжигают в огне. Потому что для уровня Коэна, дочери Коэна, на этом уровне, да, это не побиение камнями, и не умерщвление, и не порицание какие-то, это именно такой уровень желания, что его можно очистить, только лишь если его сжечь, намерение сжечь, имеется в виду, нежелание. Сами желания не пропадают, они вообще не меняются, меняется только намерение. Что значит предать огню намерение? Предать огню, это значит суд, который должен изменить намерение, он должен быть на самом высоком уровне, на уровне огня. Есть четыре вида казни. Побиение камнями. И сжигание. Так вот, сжечь это самое высшее, потому что такова высота ее намерения ради себя, этого желания. То есть это, мы еще раз, дочь Коэна... Это не надо воспринимать совершенно в каких-то образах человеческих. То есть дочь Коэна это желание, исходящее из самого вот этого высшего желания. Да, и наш мир тоже живет, он так рисуется нам, ну так же как в компьютере, где рисуется какая-то картинка. Но этой картинки на самом деле нет. Она нарисована электронными там, электрическими зарядами на флюористическом экране. Ну и что? То же самое и у нас рисуется картинка. А то, что мы это так называем, это условное название, обозначение. Потому что у нас в итоге вот так устроен мозг, что он нам таким образом трансформирует электрические сигналы. Погачек не постигнет, он эти слова не услышит. Мы внутри нас находимся, и мы внутри нас все это видим и так ощущаем. Вне нас нет ничего. Все внутри. Мы работаем сами с собой. В нас внутри мир, и все, что мы сейчас представляем. И это все надо начинать ощущать. И именно так, исходя из этого, понимать Тору. То есть первое, к чему должен прийти человек, что ему нужно работать с самим собой в результате, а не исправлять других. Все в тебе. Все во мне.